Это ноябрьск 24. Здравствуйте и в ближайшие 15 минуты наиболее заметных событиях дня. Уроки истории на гимназиста из Нового Уренгоя устроили настоящую травлю в соцсетях и не только, что хотел сказать школьник в своем докладе в Берлине. История с длинным следом. По делу о гибели сразу 10 детей в страшном ДТП в Югре задержан очередной чиновник. Расследование на личном контроле главы Следственного комитета. И все внимание Арктики в Совете Федерации стартовали дни Ямала, о чем говорили Кобылкин и Матвиенко. Скандал, который развернулся вокруг доклада гимназиста из Нового Уренгоя, набирает обороты. Напомню, несколько дней назад Николай Десятниченко в Берлине озвучил итоги своего школьного исследования о Сталинградской битве. Но в результате напарни устроили настоящую травлю в соцсетях. Его семья всерьез подумывает попросить круглосуточной защиты. Уроки истории, что сказал Коля Десятниченко и что хотел сказать на самом деле. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка. С этих слов разразился, пожалуй, самый громкий международный скандал года. Германия, Бундестаг. За трибуной школьник из Нового Уренгоя Николай Десятниченко. Его речь в немецком парламенте продлилась всего две минуты. Но этого хватило, чтобы поднять на уши не только Ямал, добрую половину мира. Мне предложили поучаствовать в проекте, посвященном солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. Это меня очень заинтересовало, так как я с детства увлекаюсь историей и культурой и своей страны, и Германии. Но на финальном этапе все пошло вразрез с планами. Исследования, над которым школьники трудились минимум полгода, попросили уложить в две минуты. И говорить медленно, для удобства синхронного перевода. В итоге речь пришлось сокращать на ходу. Они нарезали и выложили все в Ютубе без последнего абзаца. А там самое важное то, что я искренне надеюсь, что не будет войн. Организаторы убрали это все, и поэтому скандал и мог раздуться, сказал парень в интервью РЕН-ТВ. А вот что началось сразу после выступления школьника. Это его страница в социальной сети ВКонтакте. Эх, Коля, Николай, все мы понимаем, что вынуждены жить в рамках правового поля. Миллионы людей, вопреки этому, разорвали бы вас на части. Народную волю никаким уголовным и административным кодексом никогда не сломишь. Ты облажался, жди беды теперь. И это лишь то, что мы можем показать в рамках здравой самоцензуры. Верхушка айсберга. Всего за две минуты отличник, патриот и надежда Новоуренгойской гимназии превратился во всенародного изгоя. Угрозы стали поступать и в адрес родных Николая. Сейчас семья подумывает, не попросить ли защиты у силовиков. Сам ребенок блестяще обучается, был один период даже отличником и характеризуется исключительно с положительной стороны в гимназии. Я уверен, что вот тот личностный окрас, который придал ребенок в своем выступлении, он касается именно судьбы отдельного человека. И никоим образом не отражает в себе и не содержит поддержку фашизма и тех негативных вещей, страшных вещей, которыми была изобильна Вторая мировая война. Могу сказать следующее, что дети, участвующие в проекте, а их участвовало четверо, из них были трое докладчиками, однозначно, это отличники обучения, это участники всех уровней и победители всех уровней Олимпиад. Это лучшие обучающиеся гимназии, у которых никаких сомнений относительно идеологии фашизма нет и быть не может. На защиту парня встала даже Новоуренгойская дума. По мнению местных депутатов, если кто-то и виноват, то искать их нужно среди взрослых. Почему сегодня ситуация повернулась таким образом? Нужно задавать вопрос нам, взрослым. К сожалению, в данной ситуации, в центре конфликта оказался ребенок, что никогда ни в коем мере не должно быть. Своё веское слово в защиту парня сказал и глава Новоуренгоя Иван Костагрис, после чего издательство «Пятый Рим» отправило главе города книги о Великой Отечественной. Костагрис, кстати, сам историк по образованию. Один из политологов предложил чиновнику добровольно уйти в отставку. А буквально сегодня не путать популяризацию нацизма и сострадания к людям призвал и губернатор Ямала. «Мы с вами не должны путать понятия популяризации нацизма, в чём его пытаются обвинить, и сострадания к людям. Мальчиков обиду никто не даст. У нас достаточно много компетентных органов, которые справятся с этими задачами и проверят всё. Если будут виновны, они будут наказаны», цитирует Кабулкина ТАСС. Интересно, что сама газовая столица не разделилась на два лагеря. Тех, кто защищает парня или, напротив, обвиняет его, не так уж и много. Большинство жителей уверены, шум поднят на пустом месте. Примерно так же считают и многие ноябрицы. Об этом говорят итоги опросов в социальных сетях. Правых и виноватых искать действительно будут. Соответствующее заявление уже подано в прокуратуру. Теперь слова мальчика дадут правовую оценку, а позже проверят, какие уроки выносят современные школьники на истории. Кирилл Мигель, Ноябрьск, 24. В защиту школьника из Нового Уренгоя выступила и глава Миноборнауки Ольга Васильева. Она призвала представителей власти прекратить травлю и подчеркнула, что задачу Министерства образования не наказывать, а совершенствовать подходы к обучению. Между тем, среди тех, кто набросился на школьника, представителей власти практически нет. В основном все нападки со стороны средств, массовой информации и отдельных блогеров. В эти дни в Совете Федерации проходят Дни Ямала. Делегация нашего региона во главе с губернатором Дмитрием Кабулкиным обсудила вопросы взаимодействия на встрече со спикером Совета Валентиной Матвиенко. Она отметила, что Ямал – регион известный в стране, где делается очень много. И важно рассказать на федеральном уровне как об успешном опыте решения проблем, так и озвучить актуальные вопросы для дальнейшей совместной работы. После совещания спикера познакомили с экспонатами выставки, которая развернулась в Совете Федерации. Это и быт коренных народов Севера, и местное мясное производство, и знаменитый мамонтенок. Рассказали также о проекте «Карсские экспедиции». Первый экземпляр двухтомного издания об исторических арктических конвоях был передан в подарок Валентине Матвиенко. Свою работу в Совете Федерации делегация Ямала продолжила на часе субъекта, где Дмитрий Кабулкин выступил с докладом о социально-экономическом развитии округа. Названа дата проведения ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина. Она пройдет 14 декабря. Для президента это будет уже 13-я по счету встреча с журналистами в таком формате и последняя в нынешний президентский срок. Самой краткой по продолжительности беседой стала встреча 2001 года. Общение длилось час 33 минуты. Самая продолжительная пресс-конференция случилась в 2008-м. В Югре задержан исполняющий обязанности председателя комитета физкультуры и спорта Нефтьюганска Александр Комарницкий. Об аресте чиновника сообщил Следственный комитет страны. Задержание произведено в рамках расследования страшной аварии, которая произошла в декабре 2016 года. В ДТП на трассе тогда погибли 12 человек, 10 из которых дети. В ХМАУ для расследования направлены сотрудники Центрального управления Следственного комитета, а в том числе замруководителя Главного следственного управления. Им поручено на месте проконтролировать ход предварительного следствия и при необходимости провести личный прием пострадавших. Перед судом уже предстала директор спортшколы, водитель автобуса, предприниматель, осуществляющий перевозки и водитель грузовика. Обвинение в халадности предъявлено и двум сотрудникам ГИБДД Башкирии. На Ямале проходит межрегиональная олимпиада по краеведению и родным языкам. 13 ноября завершился муниципальный этап, и среди старшеклассников победителем стала 11-классница из 7-й школы Маргарита Подымова. Теперь она поедет на финал в Новую Рингой. Как готовится и какой проект представит ноябрьская школьница, расскажет Ольга Попова. 11-классница Маргарита Подымова торопится не на урок, на дополнительное занятие. Ближайший час будет посвящен краеведению. Здравствуйте. Здравствуй, Маргарова. Проходи. Культура народов Ямала – один из любимых предметов Маргариты. Познакомилась с ним в пятом классе и уже после седьмого, когда школьный курс по этому предмету закончился, продолжила обучение. Минимум три раза в неделю, а то и чаще с ней занимается учитель Тамара Тихомирова. Среди ноябрьских школьников Маргарита больше всех знает о Ямале, народах, проживающих здесь, их быте, культуре и традициях. Она победитель муниципального этапа Олимпиады по краеведению и родным языкам. Вот, камус. Это, получается, часть ноги оленя. Камус используется в изготовлении лыж, как подкладка. И также из него шьются кисы. Волос, он полый внутри. Из-за этого он очень хорошо содержит тепло. Получается, нога, вот как кисы, она как в термосе в нём. Маргарита в межрегиональной Олимпиаде по краеведению участвует с седьмого класса. Она неоднократный её призёр и даже победитель. За свои успехи в 2015 году получила грант президента. Участие в таком интеллектуальном испытании подразумевает проведение научно-исследовательской работы. В прошлом уже несколько проектов. О мифологии коренных жителей Севера и их менталитете. В этом году работа Маргариты посвящена освоению арктического региона. Изучать наш край, Арктику, а мы всё-таки относимся к арктическому региону, мы можем изучать по-разному. Обратились к жителю города Салихарда, к сторожеву Олегу Ивановичу. У него очень серьёзная, очень большая коллекция марок. И с вопросом, а есть у него коллекции марки, посвящённые арктическому региону? Да, есть. Коллекция ямальца оказалась богатой. Всего в Советском Союзе было выпущено 37 марок, посвящённых Арктике. Олег Сторожев собрал 25 из них. Научно-исследовательская работа началась ровно год назад. За это время была найдена информация о каждой марке, и все их классифицировали по группам. Исследователи Арктики, ледоколы, географические объекты и экспедиции. Позже заполнилась марка. Она называется «Светская научная дрейфующая станция Северный полюс». Вот её изображение. Эта марка является вообще первой маркой в Советском Союзе по этой теме. Георгический дрейф, потому что участникам приходилось очень тяжело. Там и в условиях вообще автономии всё это происходило. Дрейф длился 274 дня. Эта первая арктическая марка была выпущена в сентябре 1958 года. А измерения, сделанные в ходе экспедиции, которой она посвящена, в дальнейшем помогли в изучении региона и Ледовитого океана. Своя история лежит за каждой маркой. Информации много, она интересная и познавательная. Проект получился на 35 страниц. Защищать его Маргарита будет уже через неделю. 29-30 ноября в Новомаренгое пройдёт заключительный этап Межрегиональной олимпиады по краеведению. Ольга Попова, Александр Иванов, Ноябрьск, 24. В Ноябрьске продолжается городской этап Всероссийской олимпиады школьников. Он стартовал 14 ноября и продлится до 2 декабря. Участие в нём принимают ученики 7-11 классов, набравшие проходные баллы по итогам школьного этапа. Сегодня ребята проверяли свои знания по физике и литературе. Результаты по этим предметам будут известны уже завтра. Их опубликуют на сайте Департамента образования. Всего Всероссийская олимпиада проходит по 21 предмету. И впервые с этого года процесс сдачи задач фиксируется на видеокамеру. В этом году ожидается, что в муниципальном этапе Олимпиады примут участие порядка 2700 участников. Это на 300 человек больше, чем было в прошлом году. Уже установлено Министерством образования и науки Российской Федерации график. Сроки, точнее, регионального этапа. Он начнется с 11 января и продлится по 22 февраля. Здоровые дети, здоровая нация. Популяризация спорта среди детей – одна из приоритетных задач государства. В ноябрьской важную роль в этом процессе играет спорткомплекс «Зенит». Построен он был пять лет назад в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Благодаря этому объекту сегодня развиваются уникальные для города спортивные направления и самое востребованное из них – плавание. Какие еще секции работают в СОКе, расскажем в следующем материале выпуска. Баттерфлей, образ и кроль. Осваивание всех этих стилей не проходит без прыжков. Техника старта также важна, как и умение держать дыхание. На тренировках юные пловцы выкладываются по полной, хотя главная цель водных процедур – не спортивные вершины, а оздоровление. После плавания ты чувствуешь себя бодро, хорошо. И если ты утром занимаешься, этого заряда хватает на весь день. Такой оздоровительный эффект «Зените» получает сотни детей. Ощутить в полной мере положительное воздействие плавания помогают опытные инструкторы. Они учат навыку, который не просто полезен, а в некоторых случаях жизненно важен. Дети приходят не умеющие плавать, не умеющие дышать, правильно не умеющие координировать себя в воде, но проходит небольшое количество времени. И если ребенок проявляет усердие, то очень быстро начинает. Мы для этого специально разработали разные программы. А этот вид спорта развивает тело и формирует характер. Андрей Мамасуев тренирует детей у шум. Древнее боевое искусство популярна во всем мире, однокоместная секция единственная на весь округ. Переехала на «Зенит» сразу после открытия спорткомплекса. Благодаря вот именно этому комплексу на сегодняшний день у нас, в принципе, большие сдвиги. За этот короткий срок, за пять лет, мы на Урфо стали выходить в призеры и в победители. И также, говорят, результаты по российским турнирам и чемпионатам. Здесь есть ковер. Так как соревнования проходят на ковре, нам этого очень не хватало раньше. Теперь чувствуется, что можно тренироваться полноценно и в то же время достойно выступать на всех этих соревнованиях различных уровнях. Вероника Труфякова как раз готовится к всероссийским соревнованиям. За хрупкими, но сильными плечами уже несколько побед. Ушу для нее стал не только увлечением, но и образом жизни. Мне нравится то, что в этом виде спорта сочетается и растяжка, и быстрота, резкость движений. По большей части это способ самосовершенствования. Шпагат, кувырок, а потом еще кувырок. Эти упражнения дети делают пока не идеально, но зато с удовольствием. Художественная гимнастика, вид спорта для Ноябрьска еще молодой. Развитие он получил как раз в этом зале. Секция появилась в «Зените» три года назад, и с тех самых пор популярность ее не угасает. У нас в списке детей огромное количество, в очередях по 200 человек одного года рождения только. Люди каждый день звонят, каждый день пишут. У меня есть в социальных сетях, в «Зенит» звонят. Я их беру, человек по 25, и в течение двух лет идет отсев. Двух или трех лет. Но уже через полгода можно сказать все о ребенке. Будет ли дальше он заниматься, хочет ли он сам, заинтересован ли. Меню футбол и настольный теннис, аэробика и фитнес. Все эти направления открыты для детей. В общей сложности спорткомплекс «Зенит» занимается спортом около тысячи юных жителей города. Причем большая часть на бесплатной основе. Юлия Морева, Виталий Харченко, ноябрь 24. Обеденный перерыв посреди города. Десятки горожан собрались на пешеходном фонтане, чтобы перекусить на свежем воздухе. Там устроили общегородской ланч. Всем, кто на него пришел, предлагались угощения, сладкие печенья и свежая выпечка. Согревались горожане горячими напитками и активными танцами. Но не ради развлечения собрались на пешеходном фонтане жители. Общегородской ланч стал своеобразной площадкой для обсуждения. Здесь каждый мог высказаться, как сделать город лучше. Если честно, 9 месяцев зимы темнеет рано, светлеет поздно, поэтому хотелось бы больше света. Может быть, это какие-нибудь ралапы с подсветкой по улицам города, чтобы мы шли вечером и создавалось хотя бы небольшое ощущение тепла и света. Мое пожелание, чтобы в каждом дворе детям сделали площадки, достойные площадки. Дети наши будущие, так сделайте им хорошее, чтобы родители не искали, где бы ребенка выгулить. Свои предложения горожане написали на листочках и оставили на специальных тематических площадках. Все инициативы и идеи направят в администрацию города. Пожелания будут учтены при формировании проекта «Комфортная городская среда». Если этот формат будет интересен горожанам, и в принципе этот вопрос о городской среде также будет актуальным, то, естественно, мы будем проводить такие акции еще много-много раз. Далее в нашем эфире прогноз погоды, новости культуры и спорта. Оставайтесь с нами. Спасибо.